До середины 19 века человечество понятия не имело, насколько глубок может быть океан. Только в 1875-м во время экспедиции британского корабля «Челленджер» было зафиксировано необычно глубокое место на дне Тихого океана. Сегодня оно известно как «Марианская впадина». Эта гигантская трещина в земной коре протянулась более чем на 1500 миль вдоль Марианских островов. Глубочайшая точка, бездна «Челленджера», достигает почти 7 миль, и это больше, чем высота Эвереста, если бы тот стоял в этой впадине вверх ногами. Первые исследования Марианской впадины показали, на таких глубинах царит полная темнота, давление чудовищное, температура стремится к нулю, и жизнь там кажется невозможной. Но позже выяснилось, это не так. Чем больше ученые изучали дно впадины, тем больше вопросов возникало. Кто или что может обитать там, где каждый дюйм воды давит силой 8 тонн? Открытие еще только начиналось, но первый тревожный сигнал ученые получили, когда на такой глубине был найден предмет, который туда никак не должен был попасть. Пластик под давлением. В 2016 гонские ученые провели серию глубоководных съемок в Марианской впадине. На кадрах было видно нечто, что полностью выбивалось из окружающей среды. Среди камней на глубине почти 7 миль лежал пластиковый пакет. Этот снимок стал первым официальным подтверждением того, что мусор человечества добрался до самых отдаленных уголков планеты. Исследования показали, что на дне Марианской впадины можно найти не только пластиковые обертки, но и алюминиевые банки, рыболовные сети, а также микропластик, впитавшийся в осадочные породы. Это открытие вызвало международный резонанс. Если даже в столь экстремальных условиях пластик не разлагается, значит его присутствие практически вездесущее. Никто не ожидал, что в месте, куда не добирался почти никто из людей, будет так много следов их присутствия. Это перевернуло понимание масштабов загрязнения океана. Но пластик не единственное, что нашли камеры и зонды на дне. Рыба-призрак. Когда камера японского аппарата попала в одну из глубоких расщелин впадины, ученые ожидали увидеть только ил и камни. Однако перед объективом медленно проплыла прозрачная рыба. Без чешуи, с мягким студенистым телом, она будто светилась изнутри. Это была так называемая улиткообразная рыба. Одно из самых странных существ, когда-либо снятых на камеру. Ее тело не предназначено для жизни у поверхности. Оно просто развалится без давления. Открытие произвело сенсацию в научном мире. До этого момента существование позвоночных на глубине более 6 миль считалось невозможным. Однако эта рыба не просто выживала. Она, похоже, чувствовала себя вполне комфортно. Ученые задались вопросом, если такое существо существует в столь экстремальной среде, то какие формы жизни мы еще не обнаружили в океанических безднах? Особенно учитывая, что в этих водах все еще находят нечто более странное, чем рыба-призрак – камера из ада. Для съемки на глубине более 10 тысяч метров требуются не просто прочные материалы. Нужен почти космический уровень защиты. Обычная камера лопнет от давления в первые же секунды. Поэтому ученые и инженеры создают специальные капсулы, чаще всего из титана или керамики, которые выдерживают невообразимое давление. Каждое погружение такой камеры – это риск. Много раз аппараты терялись навсегда, исчезая в темноте без связи. Но именно благодаря таким жертвам человечество получило уникальные кадры с дна Марианской впадины. Иногда изображение дрожит, иногда все, что видно в этом – муть и илы. Но вдруг в кадре мелькает нечто, что заставляет замирать сердце. Камеры стали глазами человечества в недоступной зоне. Но что делать, если туда все же решает спуститься человек? И кто отважился это сделать первым? Люди в бездне. 23 января 1960 года батискав Триест с Жаком Пикером и Доном Волшем на борту достиг дна Марианской впадины. Это было первое в истории погружение человека на такую глубину. Корабль начал деформироваться еще по пути вниз, а в иллюминаторе – трещина. Однако экипаж продолжил спуск. На дне – тишина, темнота и ил. Но самое удивительное – они заметили следы жизни. Спустя более полувека, в 2012-м, режиссер Джеймс Кэмерон на «Дипси Челленджер» в одиночку повторил подвиг. Аппарат пробыл на дне более 30 минут, сняв уникальные кадры. Позже он говорил, что чувствовал себя как на другой планете. Они вернулись на поверхность, но вопросы остались. Почему при стольких попытках мы до сих пор знаем так мало об этом месте? Возможно, потому что добраться туда сложнее, чем ты думаешь. Подводный Эверест. Хотя полет в космос кажется более амбициозным, по сложности погружение в Марианскую впадину сравнимо с экспедицией на Луну. Температурные перепады, давление в тысячи атмосфер, полная темнота и отсутствие связи делают задачу почти невозможной. Аппараты должны быть автономными, ведь радиоволны не проходят сквозь толщу воды на такую глубину. Даже малейшая ошибка в расчетах может обернуться гибелью. На глубине более 6 миль нет возможности экстренного всплытия, нет страховки и нет шанса на помощь. Это место, куда добирались единицы, и каждый спуск – технологическое чудо. Вес аппаратов, используемых для погружения, исчисляется десятками тонн, а стенки капсул толщиной в несколько дюймов. Именно поэтому Марианскую впадину называют подводным Эверестом, хотя она вдвое глубже, чем гора высока. Но несмотря на технические прорывы, некоторые открытия удалось сделать не только при помощи техники, а и благодаря веществам, поднятым с самого дна. Грязь из преисподней. Во время одной из экспедиций ученые собрали образцы донных осадков в районе бездны Челленджера. Это была смесь мелких частиц ила и биологических остатков, покрытая слоем, возраст которого мог достигать миллионов лет. Но не это удивило исследователей. В осадке обнаружили микроорганизмы, ранее неизвестные науке. Некоторые из них могли существовать без кислорода, питаясь соединениями серы и метана. Давление, при котором они живут, убило бы любое другое существо. Эти микробы могли стать ключом к пониманию жизни в экстремальных условиях, не только на Земле, но и на других планетах. Кроме того, в образцах были обнаружены следы токсинов, таких как PHB, промышленных химикатов, запрещенных еще в 20 веке. Как они попали на дно впадины – загадка, ведь никто не сбрасывал отходы так глубоко. Это открытие навело на мысль, что даже самые отдаленные уголки океана тесно связаны с деятельностью человека. А некоторые страны уже начали использовать это знание для своей выгоды. Китайский прорыв. В ноябре 2020 года китайский глубоководный аппарат Фэндоу-Дже успешно достиг дна Марианской впадины. Это был не просто очередной спуск. Это был демонстрационный акт технологического превосходства. Аппарат оснащен роботизированной рукой, системой отбора проб и высокоточной навигацией. Он может работать на дне более 12 часов и передавать видео в реальном времени. Для Китая это стало важным шагом в развитии морских технологий. Впервые страна заявила, что может проводить автономные исследования на предельной глубине. Исследования были сосредоточены на биологических образцах, минералах и геологической структуре впадины. По словам ученых, аппарат обнаружил новые виды микроорганизмов и зафиксировал уникальные геологические формации, которые могут дать понимание о строении земной коры. Это погружение стало символом новой эпохи. Океан больше не принадлежит только западным странам. Но вместе с этим появилась и новая тревога. Ведь на дне начали находить не только организмы, но и странные следы. Глубинная радиация. Во время анализов донных отложений, поднятых с глубины более 6 миль, ученые неожиданно обнаружили следы изотопов, характерных для ядерных испытаний середины 20 века. В частности, следы цезия и плутония, которые не встречаются в природе в подобных условиях. Это означало, что даже ядерный след от атмосферных взрывов достиг самых глубоких участков мирового океана. Поскольку вода в океане постоянно движется, с течением времени загрязненные частицы медленно оседают в самых удаленных и низких точках. Марианская впадина оказалась своеобразным мусоросборником планеты. Хотя уровень радиации не представлял опасности, сам факт ее наличия шокировал ученых. Это показало, насколько далеко распространились последствия человеческой деятельности. Однако, несмотря на загрязнение, жизнь в этих условиях продолжает существовать и даже адаптироваться к яду. Как? Ответ оказался неожиданным. Ультражизнь. Жизнь на глубине, где давление превышает 1000 атмосфер, казалась невозможной. Но микроорганизмы, найденные на дне впадины, ломают все правила. Они не только выживают в темноте и под давлением. Они развивают уникальные механизмы защиты и питания. Некоторые из них используют хемосинтез, превращая химические соединения в энергию. Это делает их совершенно независимыми от солнечного света. Ученые уверены, подобные формы жизни могут существовать и за пределами Земли, например, под ледяной поверхностью спутников Юпитера или Сатурна. Эти бактерии стали объектом пристального внимания биоинженеров, ведь они могут быть ключом к созданию устойчивых биосистем для длительных космических миссий. Но не только микробы удивляют исследователей. Впадина скрывает и другие проявления адаптации. Удивительные организмы, чье существование ранее считалось невозможным. И один человек стал свидетелем этого лично. Кэмерон и дно. Когда режиссер Джеймс Кэмерон в 2012 году заявил, что лично собирается спуститься на дно Марианской впадины, многие восприняли это как пиар-ход. Но через несколько месяцев он стал первым человеком в истории, совершившим одиночное погружение в бездану Челленджера. Аппарат Дипси Челленджер был построен специально для этого. Облегченный корпус, вертикальное положение и мощнейшая система освещения. Погружение длилось около двух с половиной часов. На глубине почти 7 миль Кэмерон провел 31 минуту в абсолютной темноте. Он описал обстановку как гнетущую и инопланетную, а движение аппарата как погружение в чернильную пустоту. Несмотря на экстремальные условия, съемочная техника выдержала и кадры с дна стали сенсацией. Кэмерон не просто снял документальный фильм. Он открыл новую страницу в частной науке. Его экспедиция доказала, что индивидуальные инициативы могут конкурировать с государственными. Но за громкими именами и достижениями скрывается пугающая правда. Марианская впадина — это не только научная цель, но и отражение нашей безответственности. Враг на глубине. В ходе погружения ученые все чаще обнаруживают, даже в самых изолированных уголках океана нет чистоты. На дне Марианской впадины находят микропластик, токсичные соединения и тяжелые металлы. Эти вещества не только лежат на поверхности, но и проникают в тела глубинных организмов. Исследования показали, ткани рыб, обитающих на глубине более 6 миль, содержат опасные концентрации ПХБ, химикатов, запрещенных еще в прошлом веке. Источники загрязнения разнообразны. Промышленные стоки, морские течения, аварии на танкерах, даже отдаленные выбросы с суши — все это за десятилетия село на дне. И, несмотря на экстремальные условия, экосистема на глубине начала страдать. Некоторые виды становятся все реже, а их пищевые цепочки нарушаются. Марианская впадина стала зеркалом. То, что мы не видим, не значит, что оно безопасно. И если даже там найден пластик и радиация, можно только представить, насколько глубок след человека на всей планете. Но что мы не нашли? Почему, несмотря на десятки экспедиций, нам все еще не хватает ответов? Загадка без разгадки. Марианская впадина остается одним из наименее изученных мест на Земле. Менее 10% ее пространства были исследованы хоть в каком-то виде. Причина проста — технологии, стоимость, риск. Но есть и другой фактор — непредсказуемость. Даже при повторных экспедициях аппараты фиксируют разные данные — давление, состав грунта, даже биологические формы. Некоторые ученые говорят о динамической геологии впадины — участках, которые могут смещаться под действием тектонических процессов. Это делает картографирование почти невозможным. Добавь к этому технические ограничения и сложность транспортировки оборудования, и становится понятно, почему эти глубины до сих пор хранят тайны. Именно это делает впадину одновременно пугающей и захватывающей. Там нет подводных баз, нет инопланетных технологий. Но есть нечто более важное. Там зеркало человечества, его амбиции, ошибок и научного прогресса. И, возможно, именно в этой бездне мы однажды найдем не доказательство внеземной жизни, а лучшее понимание самих себя.